здравствуйте дорогие друзья все любители цветущих растений с вами елена буровцова на канале жизнь цветов и в этом видео мы поговорим о том как сформировать ровную симметричную розетку у фиалки ведь для того чтобы любоваться красивым пышным шапочным цветением у фиалки прежде всего надо вырастить ровную симметричную розетку а чтобы это сделать во первых надо правильно посадить растение центр розетки должен находиться строго посередине горшочка а также перпендикулярно краю горшка только в таком случае корневая система будет развиваться симметрично а наземная часть растения розетка развивается соответственно развитию корневой системы и поэтому если мы посадим фиалочку ближе к одному краю посмотрите какая может возникнуть ситуация да еще и не перпендикулярно а с наклоном то и корневая система развиваясь больше в одну сторону видите будет давать такой результат фиалка получится кривобокой второе очень важное правило у фиалки должна быть одна точка роста поэтому надо удалять своевременно пасынки которые образуются пазухах листа посмотрите пазухи листа образовался маленький пасынок если мы не предполагаем его укоренять его надо удалить еще маленьким потому что по мере роста он будет нарушать целостность ровность розетки и и симметрию если ваша фиалка растет на подоконнике без дополнительной подсветки то мы можем видеть что листья поворачиваются в одну сторону к основному источника света со стороны источника освещения наблюдается более быстрый рост зеленой массы и розеточка становится однобокой обратите внимание чтобы этого не происходило нам надо вот время от времени где-то раз в неделю поворачивать горшочки с фиалками также надо следует поступать из фиалками которые стоят на стеллаже но лампа например находится с какой-то одной из сторон надо поворачивать фиалочку к источнику света хотя бы раз в неделю идеальная розетка должна быть ровной листочки должны перекрывать друг друга и черешков не должно быть видно а если черешки слишком длинные то скорее всего фиалочки не хватает света они не образуют плотной розетки начинают вытягиваться разваливаться вот видите фиалки надо дать больше освещения а если фиалка растет слишком плоской нижние листья заворачиваются за края горшка вниз а центр розетки слишком плотной то и цветоносы будут пробиваться через него тяжело и это значит что такой фиалочки слишком много света и надо убавить для нее освещение или переместить со слишком яркого подоконника в центр комнаты по мере роста старые листья на фиалки надо удалять даже если они растут симметрично потому что старые листики со временем начинают подсыхать могут даже желтеть и это не прибавит вашей фиалочки декоративности так что если на фиалки где-то уже семь восемь рядов листочков то старые листики необходимо удалить после удаления старых листочков у фиалки может оголиться стволик и в таком случае нам надо будет подсыпать немного земли ну а если фиалка уже очень давно не пересаживалась то ее можно пересадить заглублением или омолодить формировать ровную розетку надо стараться сразу не дожидаясь пока она искривиться и поэтому еще на стадии рассадки деток надо стараться рассадить детки вовремя чтобы они не мешали росту друг друга и не искривлялись исключением конечно у нас будут детки пестролистных сортов их мы не рассаживаем до той поры пока они не станут жизнеспособности жизнеспособными то есть не приобретут зеленый цвет но если вы запоздали и ваши детки уже немного стали кривобокими любая даже самая кривая детка может стать ровной красивой розеткой главное посадить ее по правилам по центру перпендикулярно и вовремя удалять лишние листочки поворачивая ее к свету то одним то другим бачком для лучшего развития деток также мы можем удобрить их азотосодержащими удобрениями но ни в коем случае мы не удобряем фосфорно-калийными а только азотосодержащего для лучшего роста листовой массы а также при пересадке вот на стадии стартера мы естественно удаляем все ювенильные листочки и также формируем розетку перед посадкой во взрослый горшочек если у детки отрос длинный стволик то мы удалив ювенильные листочки сажаем ее заглублением ну а если фиалочка уже состарилась как я уже говорила и вот так же вот имеет стволик удалили мы нижние ряды листьев то мы можем ее омолодить об этом также есть подробные видео на моем канале ссылочки по омоложению и по заглублению стволика я оставлю под видео вот эта фиалочка у меня уже после омоложения спустя где-то около трех месяцев она уже вот скоро будет готова к цветению и будет радовать нас что еще раз доказывает что из любой практически розетки даже из самой кривобокой при правильном уходе мы можем получить идеальную ровную симметричную розетку надеюсь что мое видео было вам полезным и у вас получится вырастить ровную симметричную розетку учитывая все тонкости выращивания но она ровной красивой розетки соответственно появятся пышные красивые шапки цветов и так если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и обязательно включите колокольчик чтобы не пропустить следующее видео а сейчас всем пока до новых встреч впереди нас ждет еще очень много интересного пока